Ну хорошо, нужно было еще муж какую-нибудь плашать. Я тут немножечко напомню, о чем уже дарый год. Убирайте уважение к тому, кто вам что-то говорит, рассказывает. Убери машиночку. Убери, Игорь, успокаивайся, Игорь. Ну что так далеко? Исаака Ньютона все знают? Да, не все знают, да? Это, которым яблоко на голову упало, а он придумал за какой-то тень. Ну, так говорят. Какой закон придумал? Это профессор Тихотения. Исаак Ньютона. Я что вы знаете? Я не знаю, это подряд, где ты ловишься. Немецкий. Ну, тут нет. А что закон был? Закон с убедом Тихотения. А что это был? Он открыл. Это то, что он доказал, что притягивали. Выдал этого закона. Ну ладно, не будем отвлекаться, давайте побыстрее, потому что времени очень мало. Это ученые номер один его считают во всем мире, потому что он очень много что придумал, и очень много что открыл. Закон с убедом Тихотения. Все готовы? Нельзя. Чего? Пришли сюда сартику. Я не знаю. Все готовы? Давайте попробуем. Времени мало. Кто забрался больше, сейчас будем его там заборать? Кто-то не круто. А? Или все готовы? У-у-у. Все готовы. Вот. Наши ученые, российские ученые, они заказали, так как при пирамидах есть храмы, а при храмах есть зодиак, они смогли расшифровать даты, которые записаны в зодиаках в виде планет созвездий. Вот они смогли... А вы рассказывали это. Рассказывали. Я просто повторяю по-быстрому, чтобы вспомнили. Вот. Они смогли эти все знаки, все даты расшифровать этих зодиаков, и выяснили, что пирамиды удревнели еще больше. Что их, оказывается, построили в Средние века, не так давно, и, скорее всего, из цитонов. Вот. А... Ну, вот, например, стелла, в которой отбавилась, как каменная, вроде, стелла, но в которой отбавилась просто часть, и, видно, арматуре, то есть тростник или веревки, чтобы бетон не трескался. Вот. Хотя, однако, где есть и выпиленные всякие блоки, возможно, их позже не пилили. Вот. Но 500-тонные блоки, которые не могут поднять краны, их не могут люди поднять, скорее всего, их просто пылили потихоньку из-за. из-за бетона, поскольку можно по чуть-чуть, по чуть-чуть доливать, доливать, не любой блок, либо ветчины его стелли. Ну, в смысле? Он влажный тонн. Да, а потом, на примере, ну, у Легонского сражения 1390-го года, которое вынесли из Москвы подальше, вот. И, таким образом, удревнили Москву, потому что для этого весят не было, а когда Москва описана, и Москва выиграла конкурс на древность. И стала столицей Российской империи, таким образом. Вот. А вот, ну, у нас как-то сканировано, с книги, реконструкция современная, где могла быть Кульковская литва. Здесь это массовое захоронение воинов, там же церковь, посвященная Павшиной Кульковской битве, могилы Пересвета Осляпы. Но в литописе не было тогда описано Москвы, и поэтому, если бы это не было сделано, Москва проиграла конкурс Твери, потому что Твери была древней Москвы. Возможно, что... А что, если останки Пересвета Осляпы? Там буквально гробницы Пересвета Осляпы и останки воинов, то есть массовое захоронение. Как это подписано? Это ученые датировали этим временем Куликовской битвы, но на Куликовском поле, в Тульской области, здесь сейчас считается, там нету массового захоронения вообще. Как же река, как же там из этого? Все, значит, река Непрятва появилась в справочниках только после того, как этот помещик нашел, как бы, это поле. То есть он объявил, что это было здесь, и после этого, в справочниках географических до этого времени, река Непрятва там не было. А что это за полоса? То есть начали, как бы, дописывать что-то, дописывать, доделывать, как бы, восстанавливать таким образом. Есть целая книга, которая ему посвящена, там, встанет 300, там описаны все-все-все-все-все, вот, которые у Москвы, все названия, которые улетают, если мы с тобой источником. Можно сказать, а что это? А летописи сохранились, сохранились летописи очень много. А почему это полоса где-то сидели? Мы поговорим не об этом, вот, а вчера на чем мы остановились. Говорим, поскольку я подготовился, вот, «Переход через Черное море». Вот, ну, это вот картинка из фильма, «Брючь и Могущий», да? Ну, вы, наверное, видели, как мы больше там возводим, но это шуточный такой фильм. Вот картина о «Переход евреев через Черное море». Это четырнадцать, ну, картина-то тоже довольно современная. Ну, мы тут видим не миллионы евреев, а мы видим, там, какую-то толпу у берега, да? И вот рядом почти с ними эти египтяне, которые в воду заливают. Вчера я вам показал бы, что в Библии было несколько летописей, причем поголовные летописи, другие учитывали поголовно. А после того, как евреи учились гимтом, мы выяснили, что, скорее всего, было количество их учебнено, поскольку и еврейские ученые тоже об этом говорят, сейчас современные историки и акробики, что, скорее всего, было учебнено лучше. Сто раз, тысячу раз, скорее всего, в тысячу раз. То есть их вышло около трех-четырех тысяч. И таким образом можно было понять, почему Моисей назначил тысячи начальников, а десяти тысячи начальников он не назначил, например. Почему они могли все напоиться от одного или двух-трех колодцев? Все это, несколько тысяч человек могли, вот по чуть-чуть, но с колодца написано, если колодец был довольно большой, или с нескольких колодцев. А вот три-четыре миллиона они, блядь, и могли бы. Вот. Почему у них было всего две поветухи? Поветуха, это вот помогает рождению детей. Вот. Потому что на три-четыре миллиона две поветухи, это уже очень мало. А сейчас в Африке, например, на десять тысяч населения вот одна поветуха, это самое малое. Ну, то есть на три-четыре тысячи две поветухи, это как раз. Ну, и так нравится. Есть много разных фактов, которые показывают то, что, скорее всего, будут три-четыре тысячи таких евреев. Вот. О казнях египетских мы... Конечно, надо было, конечно, пройтись и по казням египетских, но так немножечко. Вот. Ну, вот мы упомянули... Вам в мире интересно описывается переход через статутка, где я сказал, научная точка зрения. То есть чудо, что входит встает. Я про чудо расскажу, там как раз чудо-то есть. А вот про солнечное затмение, то, что Солнце у нас открывает всего на несколько минут, и тут же чувствуется холодно. Ну, даже если или нет, там вы выйдете на Солнце, жалко, да, и тут же вы идете в тень, и то холодно. А это Солнце закрывает 200 километров поверхности Земли, да, солнечная тень такая. И начинается отгряжение ветра, потому что когда воздух холодно, он опускается, а когда теплый, он поднимается. Знаете, воздушный шар и дело, да? Поэтому, когда такая масса, поднимается сильный ветер, и начинается похолодание такое. Вот если стакан воды в морозильник поставить на две минуты вымыть, она будет чуть-чуть прохладнее. А если на три дня, как казнь египетских, три-три дня тьмы, она, скорее всего, замерзнет. Потому что там, где нет вообще Солнца, там тьма такая очень сильная, что написано, они не видели друг друга. И тьма была, мало того, осяжима, все это осяжима, осязать. То есть не только видеть, но осязать. Осязаемый чем? Повленное осязание. Ну, запах, да? Осязание. То есть она пахла, она на руку отморла, и могли ее взять. И если такая тьма, то, скорее всего, конечно, как в Библиях написано, воды Агустеша, или в Торе написано, что смерзлись воды, волны смерзлись. И евреи прошли по морю, как ползу. Понятно, что вода становится, когда она замерзает. Вот. Ну, про черное. Черное. Вот. Во всех Библиях, я исследовал канонические Библии. Что такое каноническая Библия? Это та Библия, которая в какой-либо стране, она признана всеми. Церковь, официальная церковь, она признана. Сейчас у нас каноническая Библия, сенатальная Библия считается. Она довольно древняя, ей больше 100 лет уже переводят. Ну, пока уже перевели Библию еще на более современный язык. Но, пока ее не признали канонической, пока пользуются старой Библией. В других странах другие Библии канонические были. Вот. И вот во всех Библиях разных природных народов, которые были у меня, вот канонические в основном, изданные до 2000 года, написано, что море замерзло. И евреи прошли прям по морю, посреди сухого моря, вот написано, 1517 год Библия. Вот. И во многих Библиях написано, что прошли по самой песне, а не по ее, по дну моря. Вот в английской Библии, например, канонической, ну, по-английски, «The treat of your horses were on the sea, on the marsh of great waters». В английском никто не знает, да? Копыта твоих лошадей были на море, на отбустевших великих водах. То есть копыта были на водах, не на дне. Но Библия продолжает искажать в наши дни. Вот. Есть в ней канонические Библии, которые пока не признали каноническими, и там дописывают, что вот прошли именно по дну моря. Ну, я вам рассказывал, что в Красном море, например, там разлом земной тарифи есть, поэтому во мне образовался в Красном море, когда две плиты сталкиваются, они или сгибают друг друга, или наоборот, тогда образуются горы, или образуются падины, но в Красном море это падины из-за того, что две плиты столкнулись. Естественно, там скалы, потому что эти две плиты, они образуются эти скалы, и где мизины, там ил, то есть постепенно оседает в толщину моря какой-то ил, вот, и тревожные, ну, тоже там микроорганизмы, они оседают, или мут, и образуются, и не кажу, блин, да, все, что попало. И вот по дну моря прошли, и вот в другой Библии даже еще и написали, что и ветер осушил землю, то есть, ну, дописывают. Вот в тех Библии, которые не канонические, все что-то еще написывают. А при этом вопрос, какая толщая дворна, вот до 30 метров у нас теческий пролив, до 30 метров этого июля, и чтобы его выслушить, надо, ну, наверное, не знаю, хватит ли одно море, или не хватит, вот. Снег же и лед бывают сухими и мокрыми, по суху можно ходить в валенках, а по мокрым вам валенки расколзутся, так что сухой и мокрый, это обычная характеристика снега, как раз просыпают, сухой там снег, правильно? И мокрым снегом можно в снежки кидаться, а сухим снежки будут рассыпаться. То есть вот такая основная характеристика снега, и льда, мокрый или сухой, правильно? Вот. Вместо слова «лёд» в древних летописах был немножко другой язык, то есть в древних, у них не то, чтобы слов не хватало, но вот как-то вот писали они по-другому. Вместо «лёд» использовались слова, например, камеры. В визитативской хронике восьмого века нашей это написано, что самое суровое зима на Кубане за последние две тысячи лет, ну, было в каком-то году, и северная часть фонта на 100 миль от берега, вот в Кестере, это здесь, в Чёрное море, превратилось в камень. То есть вот они пишут в камень, перевратилось. Надо всё-таки мне ещё больше сокращать, потому что здесь очень много, конечно. Вот. И вот евреи ушли в исход. Ну, как вы думаете, сколько долго можно пройти, вот, допустим, ведёт какое-то наступление от Гитлеровской Германии, допустим, в Северной Великой Отечественной войны, на нашу страну, так? Наши войска вступают и взрывают мосты. Если это лето, то значит, если вот Днепр, широкая река, да, даже написал классик, что и редкая птица далеки до середины Днепра, да, по-моему? Вот. И как же немцам надо как-то танки переправлять? А танки очень тяжёлые, там, десятки тонн. Получается, это такая большая проблема. Если люди идут зимой, то им легко переходить. А реки очень часто бывает встречаются. Через 10 километров, через 40 километров, там обязательно будут реки. Если люди куда-надалеко ушли, то, конечно, без мостов лучше идти зимой. Если они с повозками, с гонями, они просто лгнутся в ремень, и всё. И тут же их тянет, поймает. Вот. Вот в хвалидной песне после своего спасения, после того, как перешли в Чёрный море, евреи, это в Церковно-Славянской Библии написано, в 1581 года, так называемая, первопечатная Библия. Нет, это уже Петровский, 1751 год. Написано, да окаменяться, да те же пройдут люди и двои. То есть, да окаменяться, ты не права. Вот. Ну, пропускаю. А в чём же настоящее чудо было? Вот. То есть, если в Библии прямым языком написано, что море замёрзло. А, кстати, вот почему с киной воды стояли? Вот, не зря я вам вот эту картинку показал. Ну, что стена, вам всегда представляется стена почему-то горизонтальная, так? Горизонтальная. Ну, почему? Ну, не назовёшь же пол стеной. Хотя пол тоже стена. Стена вертикальная, тоже можно назвать пол, но обычно люди стеной называют только вертикальной стеной. В старых Библиях написано, что воды были им оплотом, оплотом. А куда-то, туда что-то оплачивается. Плот, оплот. То есть, так, что воды были замурованы. Вот, что воды замёрзли и были замурованы. Вот, в чём же настоящее чудо? Евреи прошли проворить пост, как пост. Написано в Древней Библии, 505 дней. Ветел крестивный, ожгущий ветер всю ночь и обратил в сушу. Вот это море обратил в сушу. И разделена есть вода. Вот скажите, ожгущий ветер когда? Зимой или летом? Ветом. Зимой. Зимой. Почему? Потому что зимой он больше холодный и влажный бывает. И у него сильная, большая теплоёмкость. Он переносит много тепла или холода. А летом ветер сухой. И сухой ветер, ну, не может. У него маленькая теплоёмкость. Даже если жар, он, ну, был, нагонежаевший зимой. Да. И, вот, в Туре написано, смёрзлисть пучины в сердце в море. А вот в физике Артян есть такая справка. Что если вода охлаждаемого моря сильно перемешивается ещё и ветром, а поскольку ветер поднялся, была тьма, водой или сильными течениями, то образование льда может начаться прямо в толще воды. Или даже в свободу дна. Известны случаи, когда мои плаватели оказывались окружёнными со всех сторон их дом, внезапно поднявшимся. В глубину моря. То есть евреи подошли в ветер, в море, в море. Их нагоняют египтяне. Евреи говорят, мои семьи, давай сдадимся. Деваться некуда. У египтян оружие, египтян всё равно больше. А у евреев дети, ну, зоны, женщины, старики. Вот. Потом повозки, весь этот шкар. Куда они с этими животными, куда они денутся? Если вот вода, полны, море, как перейти. Хотя там и узкое место, да? Об этом уж и море. Но всё равно же не плыть совсем, как плыть совсем, с повозками или со скотом, никак. И они пока решали, Моисей переубедил, был очень сильный лидер Моисей. Так как он управлял всем народом, вместе с Аароном. И он их убедил, что давайте не будем сдаваться. И вот ночью, когда только, ещё даже рассвета не было, только-только начинался рассвет, а море превратилось вот в путь. Бог им сделал путь. Как же это произошло? Как минимум чудо в том смысле совпадение неожиданное. Да. С сильным ветром сделало море суши. Так, пропускаю. То есть евреи не знают, в какой момент подойти, с того, когда они произошли? То есть чудо было в том, что евреи уже простили жизнь, и тут вдруг перед ними путь, по которому они смогли пройти. Стала вода стеной, слева и справа. Но стеной какой? Вертикальной? Вертикальной. Не горизонтальной? А, горизонтальной. Лёд, как, стена какая? Вертикальная или горизонтальная? Хотя в Торосе. Если кто-то был, вот здесь, где Дон нагоняет Торос, вот эти Дины, есть такие места, когда Дон вечер сильная, и она воду нагоняет, и вместе с водой нагоняет Дины. И Дины на Дину, на... Ну вот когда ледокол идёт, он вокруг него, этот Торос как возникает, он разбивает Дины, вертикально становится, но бывает и такое. А вот в английской Библии апостольской написано, воды замёрзли, как стена, волос замёрзли в середине моря. И в нашей Библии написано, канонической, и, прошли Сену Израилу, море по суше, воды были стеной по правую и левую сторону. А вот в 500-летней Библии написано, были, поистине, воды якамуры, замурованы. А вот в латинской Библии, вот интересно, были воды, как оплот, оплачиваться, а что-то облогачиваться, оплачиваться, правослево дни, были воды замурованы. И вот в латинской Библии написано, если перевести, «Тул ветер сильный и жгучий, веденящий всю ночь, и обратил в сушу, разделив то, что есть вода». То есть мороз воду разделил на жидкую и твёрную. Твёрдая вода превратилась в лёд и замуровала жидкую воду. Библии прошли, во всех старых Библиях написано, что теории прошли именно по самому морю, а не по его духу. А в апокалипсисе, писавшемся в те времена, когда лучше помнили, о чем написано в Библии, ну то есть еще давно по количеству писали все равно, и там написано, вот, и видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и стоят на этом стеклянном море, ну вот, ну хотя бы вот пруд, это тоже такое маленькое море, очень маленькое море, вы представляете, или даже звук, ну тоже такое для маленьких там бактерий, это какие-то мышечков, это тоже какое-то море, правильно, стеклянное, вы представляете, тогда и на нем стоят, то есть разделены были вода, и почему египтяне не прошли это море, почему евреи прошли по морю, а египтяне не прошли, все знают, пожалуйста. Потому что обратно оно сошлось, обратно сошлось, но мы говорим, что воды были, что прошли по морю, не по дну. Послушал, да? Вот есть такая версия, да, вот из старой Библии можно понять, что прошли не по дну моря, а по льду. А ты что тут хотел сказать? Ну, я хотел сказать. То же самое. Вот смотрите. И если лед свежий, тоненький, так, то по нему уже... Ну, можно пройти, допустим. Можно пройти очень осторожно, если мало людей, да? Почему? Потому что это, когда они прошли, наверное, он за ними треснул. Да, он за ними треснул, когда они прошли, да, под ними. Да. И они, когда они прошли, они... Вот смотрите, почему. Дело в том, что евреи, они прошли по морю потихоньку. В старой Библии острожской написано «и разделил Моисей». Там раньше, если читать именно как, кого разделил, там написано такое слово «е», что раньше означало «их». Ну, раньше были другие слова. Например, в английском не «дэ», а «ыд». Или «ты» — это было «дэ». Тоже по-другому раньше. Древний язык был другой. И вот в Астрожской Библии написано, что он разделил, получается, их, евреев. Их разделил на ширину полосок. Вот есть картинка, вот, тоже такая маленькая картинка, где написано, что они прошли в двенадцать колонн, колен. Вот. А в одной Библии написано восемь, в старой Библии. Но тут написано, что они, видите, все равно прошли по дну. То есть, если людей, если большим толпом людей, сотни, тысячи людей, вот замерзло море, можно пройти. Если поедем всем гурьбой, то тонкий лед, который еще сильно не схватился, он может проломиться, и они не пройдут это море. Они управлялись. Не надо пройти. Надо разделить людей, чтобы они шли не близко, а как-то подальше друг от друга, так? И они всю ночь переходили, пока египтяне ждали рассвета, они всю ночь переходили. Они перешли море уже до рассвета. И когда взошло солнце, когда стало рассветать, египтяне увидели евреев, переходящих через море. То есть это, конечно, их поразило, понимаете? Потому что вот они уже руки потирали, мы завтра всех разобьем. И не спешили, потому что они их зажали вот в этой западне между горой и морем. То есть они не могли, они их окружили, и некуда было им деваться. И вот за одну ночь образовался перемерзшая вода, образовался этот лед. В Библии написано, замерзло море и пошли по морю, как ползу, по морю, да? Моисей их распределил, они прошли по чуть-чуть, постепенно. И когда расцветло, египтяне бросились за ними в покой, бросились в покой. И видно, что они пошли, как камень на дно, египтяне. Но как они могут пойти, как камень на дно, если бы они шли и так под ногу, бежали за ними под ногу, там ниже уже некуда идти. А если бы они бежали по льду и пошли, как камень на дно, понятно, рулет промолился, и они утонули, египтяне. Вот. И утонули, кстати, вот, утонули или замерзли египтяне. Известно, что утопленники сначала тонут, а только потом всплывают. Да. И там, к тому же, если египтяне были, конечно, одеты в какие-то такие кольчунги с каким-то оружием, то они... Да, утонули. Да, утонули. В версии замерзших в море, понятно, что евреи видели промокших от того и замерзших, выбравшихся на берег египтяных. Ну, частично выбравшихся на берег, и умерших уже там от переохлаждения. Или, возможно, там еще не совсем глубоко. А те, которые в утонули, где было глубоко, естественно, они уже не выбрались. И вот, в шалме 105, ну, тут можно цитировать, и вообще здесь можно процитировать. В коронославской Библии написано «покрыло вода, стужающая им». То есть вода покрыла, ну, стужающая им была, холодная, ледяная вода. Не идти над них избыть. Ни один из них не спас. Как противящиеся им. Но здесь дальше идет... Здесь дальше идет измерший при крае моря. Ну, здесь вода. В Воскресской Библии написано «измершая при крае моря». Справочники старого языка дают такой перевод «замерзший». «Измершая» — «замерзший». В холмогорской летописи, английской по языку, слово «измершая» употребляется в смысле «замерзшего». «Замерзшего» — «помогу». Сейчас. И я к озеру подвигнусь и измершу. То есть озеро, которое завединило, нет течения. Сталина? Нет. Уванова. Уванова. Что ты хотел? Я спрашиваю о другом. Зачем? А теперь смотрите. Евреи видели их с одного берега на другом берегу. С какого расстояния можно видеть человека? Да. У кого острое зрение? Да. Ну, вообще-то по военным упражнению можно с километра увидеть человека. А если подняться на какую-то возмышленность, то с простым зрением можно увидеть до пяти километров человека. Дальше нельзя видеть человека. То есть, ну, уже разрешение не хватало. Ну, можно. Орел видит. А человеку не хватает. Получается, что ширина этого места, которое они прошли, была, ну, не больше нескольких километров. Не больше пяти километров и будет точно. Вот. Вот. Ну, есть вот не канонические, а Бог как называется, которые не отвергнуты церкви. Прямо говорится о том, что евреи прошли в море двенадцатью колонн. Написано, я раскупилась в море на двенадцать путей. Ну, опять же, принимая во внимание пасторожки Библии, что распределились люди, скорее всего. И пошел каждый срок к сторонам своим. Прошли в пасторе. Сейчас мы уже закончим эту тему. Да, мне надо было еще сокращать, разрыв вообще. Ну, опускаем. Такое самое интересное. Смотрите, куда-то вага будет. Сейчас. Ну, окей. Ну, понятно, да, что евреи прошли по льду, а египтяне пролонили лед, тонкий лед и утонули. А вот я вам показывал волхвоб, да, картинки? Нет. Нет? Помните, я говорю, черное, переходила в черное в старых летописях, поскольку раньше славянский мир, он соседствовал, да и сейчас он соседствует с миром латинским, ну, это Европа. И одни книги использовались там. Там еще карта была такая перегоничка, да. А, да, вы показывали. Открываем дверь. Ну, где? Да, и... Три минуты еще всех пролистают. Нет. А могут же тоже вас задавать? Нет. И вот смотрите, я вам рассказал, что еврейский ученый... Да, вы пришли отсюда! Ну, давайте еще пять-десять минут и закончим, да? Нет. Нет. И, наверное, мы там с вами раз вы встаете... Ну, да. Присаживай. А, да, ну, давайте пять минут снимать и пойдем. Интересно, да? Отложи пока все. А, давай, только вы сметируете эти... Ну, совсем коротко, я... Ребят, ребят, я сам устаю, мне для вас тяжело рассказать, чтобы вам было интересно, понимаете? Мы выяснили, что в праздне Египетский было какое-то страшное бедствие. Так? Три дня к мы. Да. В истории людей были такие бедствия подобные. Были извержения вулканов, когда столько было пепла, что это было похоже на ядерную зиму, когда ядерные бомбы взрывают, вот весь запас планеты Земля. Их было год, целые два, вот эта завеса, не было урожая, была зима-летом. Вот. Библия, это книжка непростая, это книга о великом бесе, поскольку она дошла до наших времен, это самая распространенная книга в мире, переведенная на самое большее количество языков. Дальше. Мы выяснили, что море не прошли по льду. Скорее всего, было это версия такое, что урожай погиб. Вот, кстати, локусто, вот Саранчак сказал кто-то, да? Что Саранчак поела растительность. Здесь в бульгате, в бульгарской Библии написано, что локусто, вот это слово, если разделить, локусто означает Саранчак. А если разделить на локусто, то там написано, что ветер жгучий, опять же, был. И он дул и отполировал локусто, локальные возвышенности. Когда зима и когда боземка. А кто-нибудь в северной местности жил? Нет. Былка, да? Вот снег бывает так занесет, что ровно все? Да. Были вот эти ямы, да? У нас как было. Да. То есть даже глубокие места. То есть становится отполированная земля, как бы ровная земля. Я еще по снегу ходила, а потом он попал. Вся, вся, вся зелень погибла. То есть кто-то решил, что это было локусто, что было Саранчак. Но так как у нас три дня дни море замерзло, ну какая сказать, ну может быть... А из-за чего зима? Вулкан извергался, допустим. Солнце закрыло. Зима. Из-за этого? Ну были такие случаи. А если бы не было бы, то есть если бы не было бы зима? Давайте совсем коротко я уже. Где все держились вулканы? Что? Где все держились вулканы? Они в основном были в Австралии, между Австралией и Евразией. Пирамидный похожий вулкан. Между Австралией и Австралией. Где вот так. Там есть все этих островов-то. Малайстерский пилар, там Новоселандский. Вот. И в основном вот эти вулканы вот так. Хотя есть и Везубий. Тоже очень страшный вулкан. Вот. Так вот. К чему их? Смотрите. Еврейские ученые, ведущие, археологи не могут найти в земле останков. Дело в том, что все евреи от 20 лет и старших, которые вышли из Египта погибли. А если еще и женщины погибли, то получается, что погибло, что погибло около миллиона людей в этой пустыне. Они не могут найти место. Да. Вот. Вот это пустыня. Тут ничего не нашли. Вот здесь ничего не нашли. Они говорят, у нас нет, но это скорее всего такое, как превратив... Такие-какие-то были события небольшие, но их потом превратили как в сказку. Наши же ученые говорят, что это было. Но вот это бедствие, огромное бедствие. Вот смотрите. Море, вода. А почему мы льдом обкладываем продукты, чтобы они не пропали? Или вот, когда грелка какая-то, воду наливают в грелку, вода, она очень много тепла запасает. Какой грелка? Ну, резиновая грелка. Наю воду, кипятовка должна куда-то греть. Ни разу не видел? Нет. Вот. Вода сохраняет очень много тепла. Если вы знаете, море тепло, так? Ну, ночью тепло. Есть, вот есть родственники на академенте куда-то подальше от моря? Там ночью холодно, так? Да. Тепло. Ночью. Вода, она днем запасает тепло, а ночью его дает, аккумулятор тепла. Вот смотрите, было великое переселение народа. Если кто-то не знает, болгары, которые живут сейчас вот здесь, они переселились вот отсюда, целый народ. Понимаете? Целый народ. Вот с Волгой они перелезли сюда. Болгары, болгары. От слова Волга. Волга. Кстати, раньше Волга называлась река Ра. Где-то в 7-8 веке. И египетская река тоже называлась река Ра. Ра и Ра. Видите? Одинаковое изображение. Ра и Ра. И болгары здесь. Болгария страна очень плодородная. Болгарский перец, она по всему миру продает свои овощи, фрукты. Почему? Потому что там горы. И горы собирают всю вагу вокруг. Вот тут море. То, что в порядке идет на горы. А уже где стель? А там уже почти ничего не остается. Горы на себя берут. Потому что в горах холодные, собака седает на горы. В виде рассыпки, ваннов, дождей. Очень богатая у них земля в Волгарии. Дальше. В Венгрии перестелились тоже сюда рядом. В Волгарии много народа. Перестелились в сентябре сюда. Так вот. Если бы было такое бедствие, когда вот эта зима мулканическая, на континенте стало бы так холодно, и растительность бы погибла. Все. И людям бы нечего кушать. И пепел оседает. Да? То причина чего переселения многих народов сюда? Не в этом ли? Сейчас ученые пока работают над этим. И уже подходят на мушку, сказать, что было дело здесь, а не здесь. Почему перенесли события сюда? Это пока остается еще тайной. Так вот. Подходим. Евреи перешли в море по льду. Так? Да. Это море небольшое было. Несколько километров. Но не больше пяти. Ну, от одного до трех-четырех, допустим. Ну, пять – это только очень острое зрение. То мало ли там какие были условия. Два или еще что-то. То есть это небольшое расстояние. Какое расстояние Кеченского пролива? Три, два… Ну, три и восемь там. Это вот разные коса, так? Смотрите. Чёрное и чёрное… Ребята, это уже… Оно менялось со временем. Вообще Тамань – это было островами. Пять островов. Сейчас оно… И уровень моря тоже менялось. Расстояние менялось. Но… Но это не так уж и много, так? Переход. Переход. Чёрное море. Чёрное море. Мы говорили, почему такой мог быть переход? Из-за того, что на разных языках, например, Роса – русское море по-итальянски, да? Ну, почти по-латински. Итальянский он с латинского вышел. И Русу – красный. То есть могло меняться красное море. Так вот. Есть такая версия, что евреи в исходе прошли отсюда сюда. Есть такая версия. По этой версии переход через Чёрное море был как раз-то в Кельчинском правиле. Государство Израиль на туристическом бизнесе зарабатывало, зарабатывая сейчас где-то около 60-80 миллиардов рублей. Только на туристическом бизнесе. Только на этих всяких вот древностях. Вот. Когда там еле-еле могут что-то найти, это уже официально ремонт. Их, публикация из учёных есть. Пока ещё... Все. Стена Плача не была, не пластиной храмы. Эта стена подбирала холм. Там холм такой лезет, и она подбирала этот холм. это тоже можно рассказать, если бы было время так вот я закончу, видимо к вам приходить уже не смогу потому что успеваем, если вы говорят, плохая так вот, если это было здесь Кирческий пролив замерзает он замерзает зимой, знаете, да? даже танки по нему ходили в 42-м году поэтому пролив он не там отмерзал, да? года сколько, три назад? да если это было здесь, разве это не интересно? и потом совпадение названий допустим, Черное море дальше по Библии они подошли к колодцам было несколько колодцев у нас есть в Ленинском районе 7 колодезей, да? 7 колодезей там есть даже танцы, я помню, как называется вот, у нас есть местечко дальше по Библии был такой остан Доська а вот Феодосия Фео, это божественная Доська божественный дар ну, возможно, и зовут Феодосия знаете, да? да вот, дальше идет стан Алучши Алучши там там дальше идет потом они стоят вот у Синая тут горы тоже есть ну, Синая это общее название вот а почему так реально это да? есть и пустыня Синая и гора Синая и полуостров Синая это ну, это обменяй так вот когда они совершали через год вылазку в Палестину то они совершали из такого стана называется Кеврогатава по-еврейски это гробов эпохоти по-старо-русски это означает желание копать ну, или много копать перекоп, знаете? да то есть вполне возможно гиблейские события за целый год от перехода через Черное море и целый год они происходили в Крыму разве это вам не интересно? вы можете своими глазами видеть, где это все происходило и как это все происходило мы уже как бы погибли догадывались вот вот о чем я хотел вам рассказать но, к сожалению, я не успел потому что приходилось еще минуту можно рассказать еще минуту если бы у вас была хорошая успеваемость вот может быть мне разрешили бы еще раз прийти но я вижу вы устаете вам не всем интересно тогда интересно так что если интересно еще как ну посмотрим я бы мог еще раз сказать что такое была манна небесная если интересно чем они питались а кто построил лука? чья ну лука это все наибольшая тема ну и чем? вот ну это интересно да ну это за минуту если я сразу расскажу сразу скажу то это уже будет неинтересно а если вот так ну мы закончили да? так 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 ну вот смотрите и вот 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 и тут и тут и здесь самое маленькое расстояние для перехода и самое такое выгодное расстояние перейдем вот вот еще меньше расстояние около километра или полтора потому что коса на то размывается то намывается да так ребят сейчас все спасибо 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 спасибо